Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Богдан Курилко, и программа «Дополнительный раунд». Сегодня мы поговорим о страхе. Можно сколь угодно долго посещать школы боевых искусств, с непростым лицом рассекать воздух мечом, с громким криком ломать кирпичи и в критическую минуту пасть жертвой собственного страха. Сегодня мы поговорим о том, как практики боевых искусств решают этот вопрос. Вопрос борьбы со страхом. И я представляю наших гостей. Александр Скалозуб. Единственный в мире обладатель второй мастерской степени по Элицуань «Чудесные руки». Личный ученик патриарха Элицуань Чин Фан Сёна. Главный инструктор по Элицуань в России и русскоговорящих странах. Чемпион Тай Цзи Легаси. Воспитал чемпионов мира и Европы по Муай Тай, Тай Цзи Цуань, Ушу Сань Да и кикбоксингу. Президент Общества исследования воинских традиций Канон. Павел Способов. Родился 6 февраля 1975 года. В 1996 году окончил Пермское высшее командно-тыловое училище внутренних войск МВД России. В 2012 году окончил Национальный открытый институт России. Командир взвода специального назначения внутренних войск МВД России, имеющий право на ношение крапового берета. Руководитель военно-патриотического клуба «Витязь». Тренер первой категории по самбо и армейскому рукопашному бою. Кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Кандидат в мастера спорта по силовому троеборью. Черный пояс первый дан по тэквондо ИТФ. Награжден медалями второй и третьей степени за безупречную службу. Медалью «Патриот России». Медалью за доблестный труд. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Очень часто практики боевых искусств ставят знак равенства между страх и враг. Но так ли это? Ведь страх относится к основным инстинктам человека, скажем так, к его охранительным функциям. Для начала давайте посмотрим сюжет на тему того, как некоторые бойцы побеждают собственный страх. Пожалуйста, смотрим на экран. Готовы? 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 Ну, собственно, чтобы выполнять сложные акробатические прыжки, упасть на нож или тем более выйти на ринг против соперника, который намного больше тебя, явно необходимо победить страх. И очень часто мы ставим знак равенства между страх и враг. Вопрос первый состоит в следующем. А так ли важно бороться со страхом, учитывая, что это основная хранительная функция организма? Так ли важно побеждать страх, учитывая, что он защищает нас от очень многих вещей, которые могут с нами происходить в жизни, даже если ты боец? Хотелось бы услышать ваше мнение, Александр. Ну, я не согласен, например, с тем, что вы говорите, страх – это основная хранительная функция организма. Да, потому что нет такой функции организма, как страх. Страх, по сути дела, это отрицательный прогноз ожидаемого. Да, то есть заглядывая в будущее, мы думаем, а вдруг случится что-то плохое. И в этот момент мы начинаем бояться. Да, и поэтому мы видим большого соперника, и когда мы начинаем чисто логически прикидывать наши шансы, мы понимаем, что они минимальны. Мы начинаем бояться плохого исхода ситуации. Когда мы видим нож, мы понимаем, что, а вдруг в этот момент отвлечется наш тренер и забудет повернуть руку, да, и тогда у нас появляется страх. Вдруг его кто-то позовет, вдруг раздастся какой-то звук. Но вы понимаете, все это именно прогноз. То есть мы чего-то ожидаем, но страха как такового не существует в моменте. То есть если мы ничего не ждем, если мы ничего не прогнозируем, если мы лишь что-то делаем, да, и распознаем этот в данный момент времени, то страха как такового быть не может. Вот пример. Можно посмотреть, когда вы выходите в бой до боя, за ночь до боя, за сутки, там у вас есть страх, да, и организм функционирует очень нехорошо. Вот. Затем уже, когда вас объявили выход на ринг, на татами, вы также трясетесь, боитесь, руки-ноги ватные, вы не можете выйти. Но как только происходит первое столкновение с противником, страх куда-то исчезает. Ну не всегда. Не всегда исчезает. И мне кажется, это тоже зависит от человека, от его подготовки. Павел, вы согласны с тем, что страх – это всего лишь ожидание? Наверное, нет. Потому что что такое страх? Да, как бы два вида их. Это реальный и воображаемый. И мне кажется, что страх, он как бы нам дан от рождения, это как предохранитель. Если, допустим, человек боится высоты или пожара, то это его как-то как раз и предохраняет от каких-то таких нехороших ситуаций. Ну и… А есть какие-то фобии, да? Это боязнь там замкнутых пространств, пауков там и еще кого-то. И со страхом, конечно же… Ну, как говорят, смел человек не тот, кто боится, а тот, кто боится и делает. Это вот, допустим, как раз свойственно, наверное, бойцам, которые ощущают предстартовое какое-то состояние перед боем. А потом, ну, происходит, наверное, выброс большой адреналина, и, наверное, он как-то притупляется. Я, конечно, не знаю, что происходят, какие там химические процессы в организме, но как-то так, наверное. Вот что интересно, вы оба сказали фразу «перед боем». То есть вы оба привели пример ринга, татами. То есть ситуации, когда человек выходит на соревновательный процесс. И ни у кого, в принципе, не возникает сомнений о том, что люди, которые выступают на соревнованиях, они в силу привычки выходить перед зрителями, в силу привычки переступать вот эту вот черту, отделяющую их от выхода на татами, учатся перебарывать страх. Но говорит ли это о том, что это самый действенный способ борьбы со страхом? И говорит ли это о том, что, например, традиционные боевые искусства, многие, которые не соревнуются, то есть не выставляют своих учеников, адептов, спортсменов на соревнования, в принципе, не могут справиться с такой проблемой, как страх? Ну, я все-таки придерживаюсь того мнения, что страх – это не есть защитная функция организма. Потому что если мы возьмем, например, маленького ребенка, то он подойдет к краю крыши и может упасть с нее. Он не знает, что это такое. Он засунет палец в розетку или схватится за нож. Вот у меня на руке ожог с детства остался. Я засунул руку в духовку. И мне совсем не было страшно. И даже прикольно было потом смотреть, как пузыри какие-то появлялись. Было больно, да. Страшно не было. Потом, когда в следующий раз я уже видел духовку, я боялся, да, потому что я приобрел опыт. И уже не подходил там к розетке или острым ножом после того, как я первый раз порезался, или когда мне доходчиво родители объяснили. Вот. Но сам момент страха, он возникает именно, когда человек задумывается о последствиях. Да. Если же... Потому что... Потому что мир, да, природа. Свойство природы — это изменяться. Да. Она непрерывно изменяется, она непрерывно течет. И если мы пребываем в моменте, мы изменяемся вместе с ней. И в этот момент не может быть страха. И, по сути дела, это и есть традиционный подход к преодолению такой проблемы, как страх. Почему? Потому что мы знаем, что во многих традиционных стилях используется практика, например, медитации. В практике медитации мы изучаем собственный ум. Мы изучаем, мы учимся быть в моменте. Да. И если мы находимся в моменте, не думая о том, как нам в прошлом было плохо, и не опасаясь того, как нам в будущем будет еще хуже, да, то страха как такового не существует. Но я понимаю, вот сейчас те кадры, которые мы смотрели, мы видели, собственно говоря, не момент преодоления самого страха, а момент взращивания воли, волевого импульса, силы воли, чтобы преодолеть страх. Но есть два пути. Есть способ перешагнуть рубеж, и есть способ не дать возникнуть страху. Мне очень близка твоя точка зрения, но я бы хотел обратиться к Павлу. Человеку с уникальным опытом. Краповый берет, инструктор по рукопашному бою, действующий спортсмен. Я хотел бы спросить, собственно, почти о том же. Никто почти не сомневается, что действующие спортсмены, люди, которые выходят на соревнования, испытывают страх куда реже, нежели те, кто занимаются боевыми искусствами с такой академической точки зрения, приходя в секцию рукопашного боя, как своего рода фитнес-клубы. Является ли выступление на соревнованиях либо близкие к ним практики самым действенным решением вопроса, ну, может быть, воспитания воли для того, чтобы победить страх, либо победы над страхом? Как вы считаете? Ну, опять же, я вам, наверное, повторюсь, все-таки, мне кажется, если бы человек не боялся, то, наверное, человечество бы вымерло бы давно. Я не знаю, нас бы, наших предков загрызли бы какие-нибудь савлезубые тигры, какие-то хищники. Страх — это как предохранитель, который помогал человечеству выживать. И, конечно, со страхом надо бороться. Потом страх бывает разный. Допустим, кто-то впадает в оцепенение и не может пошевелить пальцами, да, а кто-то там убегает от того, чего он не знает. И потом страх — это все-таки, как правило, люди боятся того, чего не знают. Перед тем, как, допустим, я выхожу на поединок, наверное, может быть, и это тоже. Ну, я не знаю, страхи, конечно, у всех разные. Кто-то боится, что его, там, допустим, он получит какую-то травму, что, там, я не знаю, боязнь поражения, опять же, это, ну, все-таки спортсменам, для спортсмена это очень, наверное, важно. И если это все происходит пошагово, если чаще, чем чаще он, соответственно, выступает, ну, наверное, происходит какая-то адаптация, и человек, наверное, уже не так боится, для него это становится нормой. Ну, как бы, это и есть, как бы, борьба со страхом, да. Ну, пошагово. Если, допустим, ребята изучают какой-то сложный элемент, и если его разделить на несколько частей, то потом он, вроде бы, как бы, и не кажется таким сложным и таким опасным. Это можно вернуться к тому, что в свое время говорил один очень известный мастер мне. Он говорил о том, что в бою побеждает не тот, кто лучше подготовлен, а тот, кто сумел удивить. Это как раз в тему того, что самое страшное – это неизвестное. Но у вас прозвучала одна интересная мысль о том, что все люди, общеизвестный факт, реагируют на страх по-разному. Кто-то впадает в ступор, а кто-то, наоборот, очень энергично действует, убегает либо нападает. Вот я хотел бы спросить. Вы оба действующие инструкторы, вы оба учите людей. Не получается ли так, что тот типаж людей, которые как раз впадают в ступор, это же их природа, они, в принципе, ну, скажем так, обречены не быть бойцами. То есть для них нет будущего в боевых искусствах. И учить их – дело достаточно бесполезное, потому что вот их природа такова, что они никогда не смогут в экстремальной ситуации правильно реагировать. И наоборот. Те, кто реагирует правильно, они бойцы от природы, и вот они-то потенциальные ученики, и на них нужно ориентироваться. Паш, вот тебя хочу сначала спросить. Я думаю, конечно же, это все зависит от инструктора, насколько он, насколько хорошо он знает своего ученика, с учетом его, наверное, какой-то психологической подготовки или какой-то психологического какого-то уровня, он может изменить и направить, допустим, в ту сторону, в которую ему нужно. Потому что в любом случае даже сама по себе психология человеческая, она меняется, да, и есть детская психология, взрослая, возрастная, потому что как бы человек со временем меняется. И потом, конечно же, должна быть какая-то мотивация. Если ребенок пришел в секцию, значит, им что-то движет, значит, он, ну, я грубо говоря, ну, там, наверное, кто-то его там побил в школе, кто-то обидел. Он хочет, там, допустим, подкачать свои мышцы, изучить пару приемов и дать отпор своим обидчикам. Вот если есть какая-то мотивация, то она как бы помогает ему преодолевать вот эти вот страхи. Ну, это мое личное мнение, конечно. Я думаю, что... Но, с другой стороны, многих детей приводят в секцию боевых искусств родители. И у них нет никакой мотивации, кроме желания их родителей вырастить из них настоящих бойцов, с одной стороны. А с другой стороны, я скорее считаю, что реакция на стрессовую ситуацию, ступор, либо наоборот, это, скорее, свойство физиологии. И, быть может, это нельзя изменить. И вот в этом свете стоит ли брать людей, которые не могут изменить свою природу, Саша? Ну, я здесь обобрусь на свой опыт и скажу, что при подготовке бойцов, при подготовке спортсменов я не увидел вот эти два типа людей. Я увидел два типа реакций. И поэтому у меня происходило, что один и тот же боец, он может рваться в бой и смотреть, кто этот? Да я его сейчас. Да, давай, скорее бы меня объявили. И потом через месяц мы едем на другие соревнования. Я ему говорю, разминайся. Он говорит, а я не могу. Перегорел. Не перегорело как раз наоборот. Адреналин блокирует эти действия. Не может сжечь адреналин. А адреналин – это результат как раз вот этого страха, который есть. Он приехал, посмотрел, увидел более подготовленных ребят. И третий вариант страха у того же самого человека, например, может возникать, он едет уже через год, через другое соревнование, он уже титулованный, он уже опытный. У него есть многочисленный опыт в преодолении вот этого страха, но он боится потерять свои титулы. Как правильно сказал сейчас Павел, он как спортсмен боится проиграть. И если до этого ему терять было нечего, и это было его помощником в преодолении страха, мотиватором, то сейчас проблема страха уже не в том, что он боится получить травму, что он боится, что его там побьют, а он, даже это может быть от несправедливого судейства, но он может проиграть и потерять свои титулы. Ты говоришь о том, что человек может измениться, и человек может управлять, и человек в том числе своими реакциями на стрессовую ситуацию. Но вот в связи с этим тогда еще один вопрос. Мы часто очень воспринимаем, говоря о единоборствах, говоря о боевых искусствах, вопрос страха именно о ситуации, возникающей либо на соревнованиях, либо во время тренировки. И когда мы говорим о борьбе со страхом, чаще всего мы говорим о том, что человек должен переступить порог додзи, школы боевых искусств, зала, и он должен там заниматься некими практиками. Но помимо додзи и помимо своих тренировок, человек живет в некой социальной среде. И жизнь сейчас современная, она достаточно жесткая. Не кажется ли вам, что человек, который с утра приходит на работу, присмыкается перед начальством, боится потерять свою должность, боится потерять свою зарплату, потом приходит домой, боится потерять свою семью, боится, что семья неправильно отреагирует на то, что он потеряет зарплату, живя вот в этом состоянии постоянного стресса, а потом, приходя в зал боевых искусств, уже не может решить вопрос волевого управления страхом или борьбы со страхом, потому что его, наверное, быть может, надо было решать, начиная с утра. Как вы считаете? Я здесь скажу так, что если он приходит в зал все-таки боевых искусств, он уже начал. Нет, мы будем надеяться, что это не мастер этого клуба боевых искусств. Нет, это точно не мастер. Главный тренер, да? А это кто-то из учеников, кто пришел в этот клуб, и тогда он пришел для того, чтобы его вели, чтобы его обучали. Да, что вот он встает на шпагат, как ему кажется, а у него 30 градусов между бедрами, да? Вот, он говорит, я из последних сил, а тренер заставляет его преодолеть этот барьер. Он отжался 6 раз, да? И говорит, я больше не могу падать лицом в пол, но тренер заставляет его отжаться 7 раз, и потом еще 10 или 100, да? То есть, именно, можно сказать, за этим он идет в зал боевых искусств, потому что, ну, все мы здесь знаем, каждый элемент тренировки, каждый элемент подготовки в зале боевых искусств – это преодоление. Согласен. И в первую очередь преодоление себя. Но тогда у меня вот вопрос к Павлу. Как далеко может зайти инструктор рукопашного боя, каратэ, дзюдо, тэйквондо, неважно, в своем влиянии на ученика должен ли он вмешиваться в его жизнь за пределами зала, дзю, и должен ли он его наставлять в том, как вести себя не только на тренировках, но и в обыденной жизни, в том числе побеждая собственные страхи? Я вот скажу на своем личном примере, ну, когда-то в детстве все мы тоже были, ну, вот я конкретно занимался каратэ, шатакан, и мой тренер, Рустам Айдарович, когда выполнял ката, он делал вот так вот, пальцы вагинал, ну, безымянный, и мы повторяли за ним. И он нам говорил, ребята, не делайте так, потому что пальцы, говорит, у меня сломаны, я их повредил. А нам все равно хотелось подражать этому тренеру делать вот именно движение так, как он это делал, хотя это было, наверное, неправильно. Мне кажется, изначально, ну, как говорят, это, что дети ходят, наверное, не в секцию, а к тренеру. Это я как бы на своем личном примере как бы ощутил. Хотя я не знаю, наверное, конечно, не должно быть такого прям такого подражания, наверное, это, конечно, неправильно. Хотя, может быть, где-то на начальном этапе для ребенка может быть это и правильно. Поэтому это, конечно, очень большая ответственность лежит на тренере, да, он должен вести себя соответственно подобающе, как бы, чтобы на самом деле ученики его брали с него пример. А влиять и помогать, конечно же, наверное, надо. И я так думаю, что все так инструктора так и поступают, ну, тренира. С детьми – да. Но вот у тебя, Саш, например, очень много учеников взрослых. И, наверное, я бы даже сказал, что к тебе в основном приходят люди взрослые, потому что стиль, который ты преподаешь, сложный стиль, который ты преподаешь, требует, в принципе, уже некого осознанного подхода. Насколько сильно влияние на уже сложившуюся личность инструктора, тренера, учителя, который ведет его вот в своем направлении? Хочу дополнить то, что сказал Павел старой китайской пословицей, о которой говорит «Ищи не стиль, ищи мастера». То есть здесь, конечно же, мы понимаем, что речь идет о личности человека, и стиль может быть очень хорошим, а тренер может быть недостаточно хорош, чтобы проникнуть глубоко в суть искусства и обучать тебя. Вот. Вместе с тем, в нашей современной реальности мы имеем как бы два подхода. Один подход – это фитнес-подход. Да. Ты пришел, сделал физкультуру, ушел, забыл даже, что делал. И тогда здесь, конечно, личность учителя или роль искусства, она невелика. Вот. И, так скажем, более традиционный подход, когда ты идешь заниматься боевым искусством для того, чтобы познать себя. Да, потому что преодоление – это что? Что ты преодолеешь? Преодолеваешь. Как правильно ты сказал, в первую очередь ты преодолеваешь себя. Преодолевая себя, ты познаешь себя. Но ты идешь к тому, кто уже вот этот уровень знания получил. Да, твой тренер, твой мастер, твой сенсей, он этот уровень знаний получил. Поэтому, собственно, это не школа, не стиль, и не мастер должен внедряться в души учеников, да, и чтобы в повседневной жизни это все происходило. Это, конечно, выбор самого ученика. Если он видит, что то, чем он занимается, помогает ему преодолевать современный стресс, помогает преодолевать ему депрессии, помогает ему более глубокому самосознанию действию в этой жизни. Он видит, как, допустим, как это называется в карате, канзё, да, оно помогает, например, ему в бизнесе точно так же. Вот не получается, валится, но он только концентрируется, концентрируется, проявляя волевое усилие, идет дальше. И тогда происходит некий сплав между тем искусством, которое он изучает, и обычной жизнью. И если, так скажем, философия боевого искусства, она не противоречит его жизненной философии, тогда ему не нужно раздвоение личности, он идет одним путем, и тогда полностью боевое искусство ассимилируется в жизнь. Да, и тогда можно стать, например, ведущим канала боевых искусств, боец, да, то есть продолжая тренировать, обучать других, тренируясь самому, да, или можно открыть клуб боевых искусств, или же, оставаясь бизнесменом, начальником, депутатом, да, продолжать заниматься боевым искусством, совершенствоваться, потому что ты видишь, что твоя мирская деятельность это продолжение самопознания, продолжение преодоления себя. Красиво, логично, но с другой стороны, мне кажется, что человек должен все-таки дозреть до состояния, когда он говорит, я пришел в школу боевых искусств, чтобы познать себя. Вот я по опыту могу сказать, что чаще всего на вопрос, зачем ты сюда пришел, отвечают, научиться драться. Ну, читай за скобками, перестать бояться. Должен ли инструктор, учитель, наставник, все-таки привести его к пониманию вот того, что он должен в первую очередь познать себя, в том числе для того, чтобы победить собственный страх? Ну, я, наверное, здесь сейчас возьму инициативу, потому что здесь мне мой опыт, мне кажется, он достаточно показателен. В молодые годы я пошел заниматься борьбой, год позанимался, приемчики выучил, помогал в школьных драках. Хорошо. Потом получил по физиономии, понял, надо уметь бить. Пошел на бокс, изучил, прямой, слева, крюк, хук, уклончик, все, получается. Проверил, на улице работает. И подумал уже, что все, я сложившийся боец. Вдруг я увидел людей в белых халатах, которые ходили, закрывали двери, я, подсмотрев замочную скважину, увидел, что они машут ногами. Оказывается, можно бить ногами. Я захотел изучить это искусство, да, и достаточно быстро там растянулся, начал бить ногами, все очень здорово. И собрался уходить. Но в этот момент я подумал, я занимался каратэ, меня спросят, а вот ты занимался каратэ, какой у тебя пояс? А у меня никакого. Надо хотя бы один экзамен сдать. Да, то есть вот видите, совершенно такая примитивная мотивация была изначально. То есть мы еще очень далеки от мысли о самосовершенствовании. Конечно, да. Надо хотя бы один экзамен сдать. Сдал, получил желтый пояс, ухожу. Думаю, а потом скажешь, ты занимался каратэ, а доски бить умеешь? А в те времена доски били только на красный пояс. Только на красный. Значит, мне надо заниматься до красного пояса. Вот тут меня и поймали. Заниматься, уже это занимает достаточно активную часть моей жизни. Я начал читать книжки, я начал изучать легенды, которые сопровождают каратэ, кунг-фу и прочее, тэквондо. Мне это стало интересно, меня стало это захватать. Я начал смотреть поэзию, я начал смотреть каллиграфию, начал изучать язык. И в конце концов я понял, что эта деятельность, вот этот мордобой, в который я шел, он стал основой моей жизни, он стал определять мое бытие. Поэтому, если искусство целостное, то... То человек придет. Человек придет, да. Какой бы примитивной изначальной мотивации не была. Интересно. Павел, вам как человеку в недалеком прошлом военному хочу задать вот такой вопрос. Японские самураи для того, чтобы победить страх много часов медитировали, представляя разные варианты собственной смерти. Но самое главное у них было бусидо. Фактически свод законов, правил и ценностей, которые ценнее и важнее, чем их собственная жизнь. Если мы посмотрим на примеры даже из нашей военной истории, то люди, которые совершали во время боевых действий, подвиги, как правило, руководствовались, опять же, кодексом чести, кодексом офицера, какими-то идеалами, привитыми им. Не считаете ли вы, как человек, который и служил, и продолжает тренировать, что для того, чтобы победить страх, быть может, важнее не какие-то специальные приемы или технологии, а иметь вот этот внутренний кодекс чести, то есть внутренний кодекс ценностей, которые важнее собственной безопасности и собственной жизни. Кажется, у японцев есть сатори, это просветление, когда, допустим, нет никаких мыслей, нет врага, нет друга, ничего нет. Да, ты просто работаешь как машина, ну, так уж я утрирую, да, с мечом, там, с палками или руками, как бы, как бы в разных видах единоборствах, ну, существует такое понятие, как вхождение в транс, да, как бы вот избавиться, как бы убрать этот страх или как бы на какое-то время хотя бы изолировать его. Военные, наверное, это делали, скорее всего, конечно, по каким-то, наверное, разным причинам. Ну, я так думаю, что, допустим, много же таких, да, героических поступков, которые наши соотечественники делали в Великую Отечественную войну, там, взять Александра Матросова, который заградил, там, свою грудью, амбразуру. Может быть, это происходит спонтанно, если бы ему сказали, там, не знаю, за полчаса, ты смог бы, там, скорее всего, наверное, он тоже бы задумался. А когда он увидел гибель своих товарищей, там, я не знаю, может, это как-то его потрясло, это какой-то, наверное, какой-то миг, и все это в голове привернулось. Много таких сейчас случаев. Вот, кстати, недавно такой был случай, когда учитель по ОБЖ бросился на гранату в школе, в школе, и тем самым спас своих учеников. Ведь что им двигало, этим человеком? Но, тем не менее, есть такой стереотип, подчеркнутый, в том числе, из литературы, что вот раньше, когда была та самая Россия, офицеры, еще в царские времена, у них был свой кодекс чести, у них была офицерская честь, и вот они как бы совсем по-другому относились к службе, они совсем по-другому относились к служению Родине, и они были способны на очень многое именно благодаря этому. Вот, как вы считаете, вот сейчас, в современной армии, есть такой кодекс офицерской чести, который гарантирует нам, что те самые офицеры, которые служат, они в нужный момент встанут на защиту Родины и не пожалеют даже своей жизни для этого? Ну, вот я сам лично служил в спецподразделении, и, допустим, если конкретно взять, ну, меня, то, ну, мне бы хотелось поступить именно так же, как поступали те сослуживцы, которые, допустим, гибли где-то в горячих точках, когда они защищали, я не знаю, ценой своей жизни чьи-то другие жизни спасали. Я думаю, что, конечно, сейчас, наверное, этого как раз и не хватает в наше современное время. Все-таки не хватает? Да, да. Этого не хватает, конечно. Я только хотел понадеяться, что вы не уникальный, Павел. Нет, конечно же, жаль, что это так, но это действительность. Люди как-то потеряли какие-то ценности, и очень трудно, мне кажется, чтобы сделать хотя бы что-то похожее. Мы даже не берем царское время хотя бы вот взять периоды социализма, да, так называемого, когда он у нас был. Даже тех, взять офицеров, это еще что-то такое было. Но сейчас, мне кажется, это настолько удалилось, что просто вернуть будет это все очень трудно. Ну, будем надеяться, что это все-таки вернется. Хотел бы вернуться немножко ближе к практикам боевых искусств. Саша, задать тебе вот какой вопрос. Ты преподаешь очень традиционный, очень, такой, я бы сказал, внутренний, очень полный, логичный стиль, в котором, на мой взгляд, просто обязаны присутствовать некий специальный техники, назовем их так, дыхательный, медитативный, ментальный, которые нацелены, назовем это, на воспитание воли с тем, чтобы взять под контроль страх, либо для победы над страхом. Применяешь ли ты в своих тренировках вот некие специальные методики, которые помогают твоим ученикам справиться со страхом, со стрессом? Безусловно, что, так как мы уже договорились, что боевое искусство это способ познания себя и способ некой самореализации, вот, то мы познаем себя, и в том числе не только как в боевых ситуациях каких-то, или в ситуации спортивного поединка, мы познаем себя как личность, как некое природное естество, потому что смотрим и наблюдаем за своими реакциями, смотрим и наблюдаем за своими действиями, и, безусловно, дыхание это один из основных факторов боевых искусств, потому что есть дыхание, которое называется возбуждающее дыхание, которое активизирует сердцебиение, кровообращение, обогащение крови кислородом, да, и вы становитесь более активны, есть успокаивающее дыхание, да, когда вы приходите в более умиротворенное состояние, есть дыхание, питающее мышцы, есть дыхание, питающее мозг, да, то есть активизирующее ментальную вашу деятельность, вот, Поэтому это та часть, которая, безусловно, используется в практике ежедневных, постоянных тренировок. Ну, то есть дыхание плюс медитация. Я бы сказал… Такая простая формула. Она была бы слишком простая, если была такой бы. На первом месте стоит еще один пункт, который я назвал бы «Знание». Ну, то есть нельзя говорить о том, что можно записать DVD-диск с твоим участием, где ты объяснишь, как людям бороться со страхом, потом продать этот DVD-диск огромным тиражом, и, собственно, все, кто его купят, дружно победят страх в себе. Нет, если огромным тиражом, то победят. Но просто такие диски, к сожалению, не расходятся огромным тиражом. И, конечно, это работать не будет, потому что это планомерная, ежедневная работа, как капелька за капелькой. Под контролем наставника. Конечно, только так. Потому что это самая тонкая область человеческого бытия – это ментальная и психическая деятельность. Павел, в начале передачи мы видели видеосюжет, где вы демонстрировали акробатические упражнения. Я рассматриваю акробатические упражнения как один из способов борьбы со страхом. Ну, для меня точно, потому что я боюсь высоты. Является ли это одним из приемов, с помощью которого вы своих учеников избавляете от чувства страха, и какие еще, вот в своих тренировках, в своем обучении вы используете способы с детьми, со взрослым и победить этот недуг? Ну, вы правильно сказали. Ну, как у нас говорят в России, клин клина вышибают, да? Чего боишься, то не надо, в принципе, делать. Если вы боитесь высоты, ну, встань на метр. Там, через день на два метра повыше, на три. И к этой высоте привыкаешь, как бы… Ну, так же, наверное, в единоборствах. Если человек боится спарринговаться, начни это потихонечку, 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 там, допустим, шаг за шагом, и это станет, как бы, нормой жизни. Да, вы правильно сказали, что акробатика – это один из как раз вот… как одно из разновидностей, которые как раз приучают ребят смелости, решительности, координации, гибкости, потому что делать более сложные элементы, перепрыгивать, допустим, через 5-6 товарищей, это всё-таки тоже, да, нужно проявить какую-то решительность, какую-то смелость. Мой наставник в своё время мне сказал о том, что нет никого другого, кроме тебя самого, кто заставляет тебя бояться. Нет никого другого, кто заставляет тебя делать в жизни какие-то вещи, за которые тебе стыдно. И нет никого другого, кто может с самим тобой справиться. И это полностью совпадает с тем, о чём мы, опять же, говорили, о том, что воспитание себя, воспитание своего духа и познание себя – это, наверное, самый правильный путь борьбы со страхом. И вот после этого, я много думал над его словами, у меня появилось такое ощущение, что есть ещё один очень важный фактор борьбы со страхом. А именно, тренировки, если мы говорим про единоборство, должны быть тяжёлыми. Вот прям по-настоящему тяжёлыми, чтобы у человека была гордость за пролитый пот и кровь, и чтобы эта гордость в критический момент не позволила ему испугаться. Вы согласны с этим, Паша? Да, конечно. Обуздать страх можно, благодаря тренировкам. В любом случае, если человек делает, или ученик, который делает шаг, и приходит в какую-то секцию, он уже сделал какой-то шаг к какой-то своей победе. Хотя, хоть и маленькой, но это уже какая-то победа. Ну, вот опять же, продолжая эту тему. Саша, у тебя в твоём стиле, в твоём клубе всё-таки тренировки наверняка тяжёлые, но при этом они состоят из дыхательных упражнений, из каких-то ментальных, медитативных. Есть ли у тебя в программе именно тренировки, направленные на то, чтобы выжать пот и кровь из ученика, чтобы он реально гордился за себя после этого? Реально гордиться – это потакать своему эго. Один из элементов нашего тренинга – это преодолевать проблемы собственного эго, растворять эго. И, безусловно, я даю и такие нагрузки физические, которые не являются постоянными. У нас люди, конечно, больше устают ментально, потому что процесс познания себя, реализации себя – это немножко другой подход. И, допустим, оказаться в ситуации стрессовой, если ты не являешься рабом собственного эго, то твой взгляд будет более объективен. Так скажем, ты меньшими затратами можешь решить эту ситуацию. И совсем не обязательно иметь только тяжелые тренировки. Тяжелая тренировка, в которой есть, опять, как я говорю, преодоление, волевое преодоление – это очень мощный рычаг, безусловно. Но если вы способны видеть суть проблемы, то вы можете переключать очень маленькие рычажки и балансировать эту проблему, которая из стрессовой ситуации не превратится в конфликтную. И, скорее всего, это больше соответствует методике нашей тренировки. Интересно. Паш, после службы в спецназе, после службы в полиции, после многих лет практики боевых искусств есть вещи, которые продолжают тебя пугать? Или ты считаешь, что ты победил все свои страхи? Больше всего в своей жизни я, наверное, боюсь дивана. Вот чего я боюсь. Я тебе искренне завидую. Я боюсь старости. Ну, боюсь, что моя энергия сейчас… Я очень много занимаюсь, много двигаюсь, много еще у меня задумок. И я боюсь, что в какой-то момент это может все прекратиться. Вот этого я боюсь. Достойный ответ. Лично для себя я вывел универсальную формулу борьбы со страхом из сегодняшней беседы – это искренность перед самим собой и гордость за свои тренировки и за хорошо сделанную работу. Спасибо большое, что вы пришли сегодня. Спасибо вам за очень интересный разговор. И в конце я хочу подарить вам наши замечательные подарки. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Дополнительный раунд», и я ее ведущий Богдан Курилко. Заходите к нам на сайт www.boyets.ru. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok